Как победить осеннюю хондру? Ничего не хочется. Не запасли витаминов вы. Вот и вся хондра на биологическом уровне. Человек создан, чтобы хотеть. Человек здоровый хочет. Человек здоровый хочет. Чем здоровее, тем больше хочет. Чем здоровее, тем энергичнее. Куда девать энергию? Человек хочет, он что-то воплощает. Он для этого создан. Он так сделан. У него есть гормон дофамин. Дофамин для чего вырабатывается? Без запроса, кстати. Есть какие-то вещи, которые функционируют по запросу. Есть какие-то вещи, которые встроены. Так вот, гормон достижений, дофамин. Вижу что-то. Или думаю о чем-то. Хочу. И начинаю достигать. Это встроено в нас. Это в нас встроено. Мы так созданы. Поэтому, если мы ничего не хотим, значит, мы никаких витаминов не запасли. Питались мы неправильно. Или питались мы правильно, но у нас не усваиваются витамины, белки. Белки очень капризные к усвоению. У меня не усваиваются белки. Я узнала об этом достаточно недавно. То есть, я 40 лет питалась, знаете, как, все мимо, что называется. Все мимо. Вот, мало того, что, мало обеспечить поступление. Нужно, чтобы оно еще там расщепилось, усвоилось, все разложилось по нужным отделам. Поэтому нужно заниматься здоровьем. Все, не надо хандру в голове побеждать. Хандра это биология. Вам чего-то не хватает. У вас завод встал, что-то сломалось. Почему кто-то, кто знает меньше, чем вы, и, возможно, работает хуже вас, живет лучше? Потому что использует не только навыки, он использует свой мозг эффективнее. Если вы хотите так же, а может, вы хотите обогнать и перегнать, записывайтесь на нашу бесплатную программу «Начни получать больше». Узнайте базовые правила работы мозга и начнете от себя получать больше и жить лучше. Как помочь дофамину вырабатываться? Быть здоровым. Быть здоровым. Все наши гормоны нуждаются в чем? В нашем биологическом здоровье. Нет здоровья, ничего не будет вырабатываться. Потому что, смотрите, как волосы и ногти, так же и наши инстинкты откидываются. Вот тяжело стало организмом, он скидывает вот самое такое, да? Оставляет инстинкт выживания, пропитания, поиска, необходимой для выживания пищи, крова. Все остальное он сбрасывает как балласт. Хозяин, если у тебя нет сил, тебе не нужна машина, тебе не нужен банковский счет, тебе не нужны какие-то там деньги. Вот тебе нужна корка хлеба, миска воды, кроватка, лежи, спи, отдыхай, включай сериал срочно. Все, потому что на большее у тебя не хватает сил. Поэтому, конечно, нужна биология, под контролем, хорошее здоровье. Если этого не будет, не будет ничего остального. Потому что все остальное, лакшери надстройка, это уже, извините, излишки. Это современные фантазии современного человека. На это нужна лишняя энергия. На это нужна лишняя энергия. Дофамин конечен. Его никак не раскачаешь. Кто-то более дофаминовый, кто-то менее дофаминовый. Отсюда вот кто-то больше, да, дальше, постоянно, не останавливается. А кто-то получил, остановился, получил, остановился, получил, остановился. А кто-то получил, заснул, проснулся, получил. Мы разные, поэтому нужно себя обязательно уважать. Но из себя нужно выжимать лучшее. Правильно? И лучшее мы можем выжить из себя, когда мы здоровы. Все, тогда максимум из возможного мы вырабатываем. Следующий важный момент. Не разбазарить, потому что дофамин конечен. Вот конечен. Есть определенный максимум, который каждый организм может вырабатывать. Там индивидуальность зависит от длины дофаминового рецептора. Так вот, есть какой-то максимум, и это потолок. Его не пробьешь, не раскачаешь и ничего с ним не сделаешь. Но утечки дофамина, да, нужно предотвращать. А это значит, стоп, социальные сети, стоп, сериалы, стоп, вкусная еда, стоп, сплетни, стоп, легкое чтиво, стоп, порнографические фильмы, стоп, что там еще у нас есть. В общем, все, что можно быстро, знаете как? Так, вот иду есть, надо поесть, надо поесть что-то полезное, важное, то, что нужно организму. Или хочется чего-то, бегу к холодильнику, достаю пирожную, булку, шоколадку, навожу себе какой-то сладкий чай. Да, это уже про хочу, вот хочу чего-то вот уже, вот хочу чего-то такого. Или хочу себя развеселить, хочу полистать инстаграмчик, хочу себя развеселить, хочу врубить какую-то юмористическую передачу, хочу себя расслабить, отдохнуть, врубаю какой-то сериал. Понятно, что мы люди, мы нуждаемся в отдыхе, мозг нуждается в этом тупизме в каком-то. Нам хочется красивых картинок, раз, быстренько посмотрел куда-то, глаз порадовал и так далее. Но все дело в мире, если вы целыми днями в свободное время лазаете в инстаграме или ставите чужие профили, если вы лазаете, да, то есть если это не про вашу работу, а вот сидите вот только и наяриваете, туда посмотрел, сюда посмотрел, туда посмотрел, сюда посмотрел. Сериалы, какие-то передачи непонятные, все, дофамин спустился. Дофамину все равно, вы пошли добывать мамонта, вы пошли бизнес открывать или вы пошли инстаграм открывать, ему все равно, все. То есть он вам не скажет, хозяйка, подожди, не надо тратить дорогостоящий 95-й, чтобы проехать вокруг дома. Пройди вокруг дома, не надо наяривать круги вокруг дома на классной машине, на которой ты можешь уехать очень далеко. Но далеко ехать, это же неизвестность, правда? Далеко ехать, это неизвестность. Поэтому я здесь вокруг дома наяриваю круги. То же самое с людьми происходит, что-то там открывать, это же, господи, да? Легче открыть холодильник, легче открыть инстаграм, чем открыть бизнес. Инстаграм доступнее. Но дофамин тратится с одинаковой скоростью. Поэтому сядьте на дофаминовую диету. Туда же зависимости. Алкоголь, курение, наркотики, игровая зависимость и так далее. Это все про наш драгоценный дофамин. Поэтому как увеличить выработку? Никак. Но сядьте на дофаминовую диету, вы увидите, что через неделю вас начнет переть. При условии, если вы здоровы. То есть вы себе ставите запрет на социальные сети, запрет на сигареты, запрет на алкоголь, запрет на кофе, на сладости, на еще что-то. Понятно, что это для маньяков. Для маньяков. Есть такие маньяки, я знаю лично таких, которые хотят оторваться и взлететь. Для обычных людей сократите в половину. Половину дешевого дерьма, которого вы потребляете каждый день, сократите в половину, вы уже увидите результат. У вас появится вот это вот, руки чешутся что-то сделать. И уже не так страшно. А когда ты лежишь на диване в надежде повысить настроение, очень часто люди настраиваются. Мне надо настроиться. Да, да, нужно, нужно задуматься о жизни, о чем-то серьезном. Нужно как-то менять, что-то делать, что-то серьезное. Ну ладно, сейчас я часик полежу, отдохну. Если тебе нужен часик отдохнуть, ты ложишься и спишь часик. Если хочешь часик отдохнуть, ну, медитация. Хочешь часик отдохнуть, просто лежи, дреми. Хочется книгу полистать, не бери что-то легкое. Возьми какую-то сложную книгу, от которой ты быстрее заснешь. То есть если тебе хочется часик отдохнуть, пусть этот отдох будет качественным, пусть там не будет никаких суррогатов. Выйди на улицу, пройдись. Переключись, переключись на что-то другое. Займись чем-то физическим. Это тоже классно. Это лучше, чем лежать, тупить, листать в соцсети, смотреть сериалы. Через час вы не то, что себя чувствуете отдохнувшим, вы себя чувствуете еще... Вы, может быть, физически отдохнули, ваше тело отдохнуло, но ваша голова вообще ничего не хочет. То есть уже такое. Ой, блин, уже день-то и к вечеру. Ладно, завтра. И все. Большая часть людей функционирует таким образом. Да, это на самом деле серьезно. То есть когда мы говорим о деньгах, а я уделяю дофамину важное место в тренинге о деньгах, все находится под рукой, все находится внутри. Все находится внутри, все находится под рукой. Просто нужно уметь этим пользоваться, и даже не то, что уметь, а вовремя взять себя за ухо или за горло, или за химой, или за хвост, и вывести себя из ежедневной рутины. И вы увидите, что, блин, вы не настолько бессильны, вы не настолько тупые, вы не настолько ограничены. Вы реально начинаете что-то видеть. У вас реально есть какие-то силы, если убрать вот эти современные, современных вампиров. Дело в том, что очень много людей не знает об этом и не думает об этом. И не думает об этом. Телефон всегда под рукой. Ты залез и спустил всю дневную порцию дофамина в телефон. Тупо. Все, все, все.